Доброе утро всем! Что-то очень странно, потому что этот фонтан в десять включает, а время еще не в десяти. Но скоро магазин вот этот открылся. Он вообще в принципе был открыт раньше, потом хозяйка заболела и все никак не выздоровеет. И она вот, как это сказать, на съем сдала в магазин. Надо оповещать. Пойду забирать все добро свое. В общем, сейчас буду себе кушать и готовить. Сейчас вам покажу, что буду кушать и готовить. В общем, на сковородочку. Сейчас мы будем ее разогревать. Добавим маслечко и чесночок туда, чтобы он поджаривался. Шпинатик почти растаял. Добавляем туда плавленый сыр. И чтобы он вот так плавился, плавился. А когда все растаяло, добавляем яичко. Большое яичко. Экологически чистое яичко. Посолим. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И все. Перемешаем. И вуаля. Обед готов. Кто любит такое же, говорите. Очень вкусно и полезно. Мой обед. А там я уже хлеб буду сейчас печь. Сделала закваску. Муку тут просела. Все дела. Каштаны жарю в шатальмашине. Но пока будет все жариться, париться, буду всем есть. Всем приятного аппетита. Кстати, смотрите, какой желатин классный получился. И очень вкусный. Даже вкуснее, чем вот, который продается. Вот такие вот уже сделанные. Я тут мужу решила. Он соизвел желание вот поесть вот такой суп из пакетика. Мы иногда варим, но добавляем туда картошку. Вот. И вот этот суп. И потом яйцо туда тоже. И вот так вот перемешать. Но я вам покажу. В общем, вот такой вот еда. Он говорит, хочу такой суп. Ну, пожалуйста, мне какая разница. Поэтому у нас в арсенале всегда такие супы. Вы знаете, мне даже иногда они очень-очень вкусно. Такие вот одноразовые, можно сказать. Здесь они продаются. Ну, они везде, наверное, продаются разные. Этот вот типа птичий, куриный, с лапшой. Вот. Иногда хочется отвратительной гадости. Хлеб у меня уже почти поднялся. Видите? Ветер у нас, что ли, поднялся. Вот. Поэтому буду печь хлеб. О, да, ветер поднялся. Надо ведь закрыть этот балкон. Чуча дала покушать. Он сейчас покушает и будет мне петь. Мы сегодня в горы пойдем, друзья, туда. С подружкой договорились. Я говорю, давай как-нибудь сменим обстановку и куда-нибудь не вуни к морю там, а не куда-то. А вот пойдем в горы. Она говорит, да пошли. Так что мы сейчас в горы пойдем, да? И ты пойдешь в горы, да. И ты в горы. Чего хочешь? Чего хочешь? Как я раме? Ниню, как я раме? Мивида? Мя морда? И не чучи там ен? И чучи? Кушай, кушай. Я его отвлекла. Он кушал. Я буду закрыть дверь. Не люблю сквозняки. Так что вот такой вот будет. Деликотес. Я там смотрю сериальчик. Знаете, какой сериал, кстати? Неплохой сериал. Очень даже интересный. Вот так вот мы еще иногда играем. Так, сериал называется. Я не знаю, как это я его не смотрела. Потому что он не... Как у 12-го года, по-моему. «Непридуманная жизнь» называется. Интересный такой сериал. Если вы смотрели, можете мне написать в комментариях, как он вам. Сегодня надо голову помыть. Еще мне надо как-нибудь покраситься на днях. Играет на своей кровати. Вот он туда может лечь. И вот так вот ее деребанить, эту игрушку. Вот так вот. Играется. Вот так он ее потом лижет, вычищает. Вот такая любовь у него к этой игрушке. У него там еще есть вон целое это. Ну вот так. Потом на себя переходит. Конечно. Да. А когда на себя переходит, мне это совершенно не нравится. Чарли! Чарли! Вот так. Ты прекрасно знаешь, что мне это не нравится, когда ты чувакаешь. Иди сюда. Венеки. 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 У меня и самокатов нет. Ничего нет. Да. Без бегать. Там даже связи нет. Представляете? Там даже связи нет в горах. Блин. Иногда вот одной даже было как-то страшновато. Помните? Я одно время ходила, когда у нас карантин заканчивался. Ммм. Какие мои счастья. У нас, кстати, вроде бы как поговаривают, что вирюс идет не на спад, конечно, но уже стабилизированная цифра. То есть не на взлет тоже. В общем, вроде бы улучшаются. Идем на улучшение. Ну, конечно, почти пол Испании закрыто. Вообще, хрен его знает. Много разных нововведений. Например, знаете, с 23 ноября, чтобы попасть в Испанию, вам нужно предъявить справку о том, что вы прошли тест и то, что он в течение 70 часов, и то, что он негативный. Мне кажется, это логично, потому что если мы сейчас как бы так, да, приостанавливаем вирус, чтобы другие к нам его не завозили. Потом у нас еще, знаете, что придумали? На дорогах в городе, на некоторых улицах снизили скорость движения автомобиля до 6 км в час. Представляете? Это вот как пешеходы ходят, так и должны передвигаться машины. Вообще, город лучше. Но это прям совсем в городе, в городе, где одностороннее движение, улицы, где одностороннее движение, где там много пешеходов. Вот. Потом, в общем, много, а что по телефону, если разговариваешь раньше 3, как бы, не знаю, как везде, у нас в паспорте. Как ты получаешь права, тебе дают, по-моему, 12 пунктов. И вот за каждый штраф у тебя их как бы изымают. И вот если тебя поймают по телефону, ты говоришь по телефону, мало того, что у тебя штраф назначат, так у тебя еще и эти пункты отбирают. И если когда доходит то, что у тебя уже не остается этих пунктов, то ты должен либо ждать какое-то время, либо идти пересдавать экзамены. Вот в этом я точно не помню. Но вот что, водить ты не можешь машину. У меня, по-моему, ни разу еще не отбирали никакие пункты, ничего. Причем, знаете, женщинам дают больше пунктов, чем мужчинам. Так вот, за то, что ты будешь, тебя поймается даже не если, говоришь, просто телефон держишь в руках, то у тебя будут отбирать 6 пунктов. Это почти половина, представляете? В общем, много разных там вот таких нововведений. Что-то еще там, ну, очень, что-то придумываю. В конец года, наверное, что-то не придумывают, придумывают. Что-то там рассказывают. В общем, это я так на работе включаю телевизор с утра и хоть какие-то новости слушаю. А вот, а так дома я телевизор практически не смотрю. Но вот вечером в 8.30 тоже начинаются новости. Там тоже включу и послушаю. Интересно, что там происходит, как говорится, в мире. Вот так. Так, чтобы быть в курсе событий. Так, пойду я уже, наверное, включать печку и хлеб зажаривать. Так как бар это закрытый у нас, муж теперь завтракает дома. И хлеб вылетает. Я-то один тост съедаю, а он 2 с утра. И хлеб у меня просто вот так. Вот. И думаю, у меня осталось тут, конечно, хлеба вот тут вот. Вот столечко. Но я говорю, завтра, у меня так было однажды, я встала, а мне завтракать нечем. Хотя, конечно, можно найти какой-нибудь... Я не люблю, знаете, с утра есть какие-нибудь вот яичницы или какие-нибудь там блюда изготавливать. Во-первых, у меня нет времени. Я лучше полежу в кровати, поваляюсь. Во-вторых, как-то он не лезет мне. Мне вот кофе с бутербродиком там, с тостом, самое оно. А вот чтобы там какие-то яичницы, там, селедку под шубой ела. Доела вчера с утра. Есть такой грешок. Но это, мне кажется, вообще, это такая вкуснятина с утра, на завтрак селедку под шубой, что это просто... Я вот, кстати, заказываю мужчине уже кое-что. Вот уже одна вкусняшка. Ну, ладно, это все по порядку. Все по порядку, по мере его поступления. Я уже себе заварила чай. Сейчас буду пить чай, варить суп, делать хлеб. Ой, какая же я домохозяйка. Просто офигеть можно. Вот суп уже поварился. И просто вот так вот яйцо туда ввить. И мешаю вот так. Интересно, так еще кто-нибудь делает. Но мне кажется, это, знаете, у меня даже такой рецепт из детства. Рецепт, кстати, из детства. Но вот мой муж и его семья тоже так делают. Представляете? То есть, как бы, не такая уж и сильно у нас отличная кухня. Они тоже так едят. И все. Все, суп готов. Сытно, полезно. Ну, насчет полезно я, конечно, не знаю. Если бы он был приготовлен из бульона домашнего. Кстати, у меня есть домашний бульон. Но вот, как говорится, захотелось такой гадости. Ну, хочется раз. Пускай кушает. Нет, а что? Все. Там у него еще картошка есть. Так что вот такие вот дела. Хлеб тоже. Ой, хлеб, вот он хлеб. Хлеб, вот он. Пока у меня разогревается духовка. Сейчас я его туда запиндюрю. Вот нет бы погулять. Вот там в травке, да. Вот там туда сходить. Нет, вот лег около меня и лежит. Мы тут подружку ждем. Что-то я не подрассчитала. Раньше пришла. И вот он, представляете. Нет бы вот гулял бы. Понюхал что-нибудь там, я не знаю. Посмотрел бы что-нибудь. Нет. Лег и лежит. Охраняет. Какие-то там подростки, что ли, тут. А я тут сижу, на солнышке греюсь. А я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу. Все лежу и лежу. И на солнышко гляжу. Люди спортом занимаются. Нет, это не подростки. Это мужчины уже взрослые. Вот куда мы залезли. Мы тут думаем, знаете, вот эта дорога ведет в Гранаду. Мы думаем тут устроить это. На шопинг пойти, короче. Вот так вот лесами-лесами. Торговый центр. Потихонечку, помаленечку. И дойдем, а что? Я говорю, у нас это, нам шопинг нельзя всего два дня. А мы уже страдаем. У нас уже ломка. Ломка началась. От шопинга, что нельзя идти покупать. Ой, не могу. Смех и грех. Все равно ведь ничего не надо. Но знаете, от того, что нас закрыли. Это протест какой-то в организме происходит. Что как это так? Запретный плод сладок. И все, нам хочется идти на шопинг. Ой. Но пока наслаждаемся горами. Понравилось вам? Вот. Видите, какие места-то знаю. Все благодаря карантину. Так что вся эта зараза не такая же зараза. Вон какие места-то нам открыли, а. Вот так. А так бы сидели у себя там на море. И не знали, что тут есть еще горы, лес. Смотрите, вон там, вдалеке наш город. Куда мы забрели. А мы тут вот шастаем. Сейчас уже обратно пойдем. Хоть, конечно, и хочется узнать, куда вот эта дорога ведет. Но если тут идти-идти, непонятно, куда придешь. Я говорю, что сюда с девчонками приехать на шашлычок. Но нельзя. А вы боитесь ночью на кладбище ходить? Я не боюсь. Вот у нас кладбище. Мимо кладбища идем. Домой пойдем. На, Чарли. Ваму, лакай. А лакас. Уже темно у нас. Нагулялись так здорово. Надышались свежим лесным воздухом. Завтра на море пойдем. Красота. Пасмурно как-то, но дожди не обещают. Я уже дома. Прочитала ваши комментарии. И вот в одном из них написано, что типа в Малаге такие же. Так же все, как и у нас. Что-то халат у меня раз это. Тоже все магазины типа закрыты или что-то. Не знаю. Впервые слышу об этом. Вот есть приложение, кто в Испании живет. Сейчас такая путаница, например, происходит. Что непонятно, что можно, что нельзя. Вот такое приложение есть. Мендидас Ковид Десенови. Открываем его. Переворачивается все. Ненавижу, когда телефон так переворачивается. Вот. Видите, здесь написано. Дон де Бивес, где живешь? Нажимаем. Малага, например. Малага. И пишем. Интрар. И здесь вот пишется, что все, что можно, что нельзя. Вот смотрите, видите. Здесь вот, например, от Писинос 50% можно туда. Бассейны 50% можно. Можно идти. Дискотеки закрыты. Церемония Сиэлис. Это, ну, какие-то свадьбы или еще что-то. 50% только можно быть. Вот. Специальный, например. Комендарский час с 10 часов. Потом все закрывается в 6 часов. Все магазины закрываются в 6 часов. Видите, все магазины закрываются в 6 часов. Теперь мы ищем другой город. Матриль. Это, где я живу. Матриль. У нас, смотрите, нет ничего. Никакие песины. Ничего. У нас все закрыто. Бассейны. Какие-то мероприятия. У нас нельзя никакие свадьбы проводить. Просто, видите, здесь невозможно ничего нажать. Ничего не открывается. Потому что это все запрещено. Вот. Специальные какие-то, да, вот. Это вот, которые, что у нас, во-первых, комендарский час с 10. Во-вторых, что у нас тут открыто. Можно быть открыто. Открыто только. Очень трудно просто переводить, читать. Я не знаю, как работают переводчики, но это очень трудно. Только еда. Еда, вода. Только вот врачи. Формация. Ну, вот такие вот ветеринары. Вот, видите, никаких магазинов здесь нету. Вот только есть, например... О, господи, как это все трудно. Папиллера. Это вот где продаются тетрадки. Бензоправки. Бензоправки. То есть, вот, видите, никаких магазинов здесь нету. Парикмахерские. Видите, они работают. То есть, у нас. Если вам интересно, просто зайдите в это приложение. Введите свой город. И вам все узнаете. Так что, если вы, типа, такой... Комментарий. Я живу в Малаге. У нас точно так же. Нет, вы ошибаетесь. У вас не точно так же. Вы так же можете сходить в Икеа. Вы можете сходить в торговый центр Лариус. Он закрывается, но в 6 часов. А у нас он вообще закрыт. У нас вот в Гранаде есть торговый центр Невада. Он закрыт. Открыт там только вот... Парикмахерская там есть. Медиамаркет открыт, где телевизоры. А вот чтобы шмотки купить, у нас невозможно купить шмотки сейчас нигде. В провинции Гранада. Нигде не купишь, кроме онлайн. В других провинциях можно купить. До 6 часов. Все открыто. У нас нет. У нас нельзя свадьбы играть. У нас нельзя, там, собираться. У нас вообще ничего нельзя. Шаг влево, шаг в право, расстрел. Ну ничего, будем надеяться, что это всего лишь до 23-го ноября. Я просто хотела вам показать вот это приложение. Потому что сейчас идет такая путаница. И многие не знают, что, почем. Каждый город имеет свои права, как бы. И вот это вот приложение, Medidas COVID-19, классное приложение, где можно посмотреть, что у вас в вашем городе можно и что в вашем городе нельзя. Так что вот такие вот, друзья, дела. Так, я сейчас пью кофе. Кофе нет, пью чай. И иду в душ. Мы так нагулялись, так находились, так надышались свежим воздухом. Сейчас посмотрю, сколько я тут находила. Аурики, аурики. Я часы поставила на заправку. И, в общем, они у меня дома отдыхали. Мало. 16 тысяч. 16 тысяч шагов. Ну ладно. Вот, чтобы съесть. Хурму, может быть, одну хурмушечку. Что-то она какая-то твердая. Мне, знаете, нравится хурма, персимон называется здесь. Это, видимо, вид хурмы. Вот она вкусная такая, классная. А это вот какое-то другая. Ну, надо попробовать. Ладно. Завтра у нас приезжают вкусняшки. Идем на море. Также в Алькампу идем. В общем, планы грандиозные. Кто со мной, тот подписывался. И ставит пальчики вверх. А я пока на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok